Крымские власти продолжат разбирательство с ФАСПА, свинокомплексу Пермский. Вопрос спора, субсидия в 200 миллионов рублей. Пермская компания Гетнет планирует масштабировать бизнес в два раза, в том числе за счет майнерских мощностей. Прикаме спишут безнадежные долги на сумму более полутора миллиардов рублей. Цифры РБК привели в управление налоговой службы. Новости Прикаме в прямом эфире. Я Рустам Агдзев. Здравствуйте. Правительство Прикаме решило продолжить спор с Пермским УФАС о законности субсидирования арендатора имущества АО «Пермский свинокомплекс» в суде. Арбитражный суд Пермского края рассмотрит заявление регионального правительства уже 14 марта. Поводом для разбирательства стало повторно вынесенное предписание о возврате субсидии, выделенной ООО «Свинокомплекс Пермский». По мнению антимонопольного ведомства, это незаконно. Третьими лицами в деле выступает Минсельхоз Прикаме и само предприятие. Как сообщили РБК Перм в пресс-службе УФАС, повторное предписание правительства было выдано 8 декабря. У правительства было три месяца на обжалование. Своим правом они воспользовались. Как ранее сообщала РБК, в августе 2017-го УФАС по Пермскому краю признала незаконную субсидию, выданную Минсельхозом арендатору имущества «Свинокомплекса» ООО «Свинокомплекс Пермский». По мнению территориального органа, правительство и Минсельхоз края создали обществу преимущественные условия, что привело к незаконной выдаче субсидии предприятию в размере 207 миллионов рублей. Пермский оператор связи. Компания «Гетнет» планирует расширение в ближайшие два года. Масштабирование может произойти в два раза. Этой информацией с нашим телеканалом поделился зам директора организации Дмитрий Егошин. Сейчас компания владеет дата-центром, который размещается на территории Пермского лакокрасочного завода на улице Левченко. Центр утилизирует электроэнергию мощностью в 150 киловатт. Он обслуживает средний бизнес, других операторов связи, а также частных майнеров. Как уточнил собеседник, возможно, два пути развития. Либо расширяться на действующей территории и договариваться с собственником о предоставлении площади. При этом есть возможность увеличить мощность электроэнергии до 2 мегаватт, ну, либо приобретать новую площадку. Приоритетной при этом называется некая территория в городе Добрянка. Я думаю, что мы встретимся с инвесторами. Если наш план будет проходить, то там нет какого-то порядка. То есть вопрос в том, что мы не ограничиваем себя. У нас нет ограничений на предмет, что мы можем сделать, что не можем. Если это выгодно и принесет пользу людям, найдем любые средства. То есть нет, амбиции у нас очень большие в этом плане. Компания GetNet в будущем планирует сделать упор на разработку своих сервисов и продуктов, а также продолжит обслуживать действующие IT-мощности. Как пояснил господин Игошин, для компании не стоит в приоритете работа с майнерами. По его словам, это безусловно интересная сфера рынка, но крайне нестабильная. Однако сейчас компания активно работает с клиентами по вопросам майнингов, причем в формате B2B. Сейчас у компании есть возможность дополнительно разместить еще несколько десятков ферм для майнинга. Цены на электричество среднерыночные выше 4 рублей за киловатт. Правительство края распорядилось создать государственное бюджетное учреждение «Природный парк Пермский». Губернатор Решетников дал поручение Минприроды региона организовать сбор предложений по обустройству территории. Парк создан на территории шести районов и округов. Включает в себя 27 особо охраняемых природных территорий. В долинах рек Усево, Чусовая и Вишера охват свыше 125 гектаров. В год, по данным проектировщиков, природные объекты Пермского парка посещают порядка 170 тысяч человек. Минприроды считает, что работы по обустройству территории и проведение экотуристических мероприятий увеличат количество посетителей в полтора-два раза. При этом планируется расширить границы участка, включением еще 10 объектов, в частности Осинской лесной дачи и Адового озера. Как ранее сообщал телеканал РБК, в ближайшие два года регион на организацию парка выделит 24 миллиона рублей. Задачи по научной и экопросветительской деятельности и охране территории лягут как раз на созданное ГБУ. В дирекции должны трудоустроить 30 человек. Ну и добавим, по данным Минприроды, в прошлом году инвесторов из бизнеса парк так и не нашел. В Прикаме спешут безнадежные долги на сумму более полутора миллиардов рублей. Совокупная задолженность по имущественным налогам на 1 января составила 3,5 миллиарда, сообщили телеканалы РБК в региональном управлении налоговой службы. Большую часть этой суммы составила задолженность по транспортному налогу, сразу 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Однако именно этот показатель оказался единственным, который снизился за год, хотя и всего на процент. Быстрее долги росли по земельному налогу, динамика плюс 15 процентов. В денежном эквиваленте это более 80 миллионов рублей. Задолженность по налогу на имущество за год также выросла почти на 8 процентов. По состоянию на 1 января текущего года сумма насчитывает более полумиллиарда рублей. В целом общая задолженность увеличилась по сравнению с прошлым январем почти на 3 процента. Как пояснили телеканалы РБК, в налоговой их рост произошел в том числе в связи с увеличением начисления налогов примерно на 5 процентов. При этом согласно федеральному закону, принятому в конце прошлого года, часть этих долгов будет списана. Данные списки платежщиков, по которым эта задолженность имеется и по которым она будет списана, будут формироваться на уровне федеральной налоговой службы, то есть в Москве. И будут доводиться до территориальных налоговых органов, где на местах будут приниматься соответствующие решения по списанию. И эти суммы уже планируется списать, то есть поработать с этими суммами в течение первого квартала. То есть уже во втором квартале данные суммы должны быть списаны. Долги признаются безнадежными. К взысканию это 1,7 млрд рублей. Большая часть в 1 млрд это сумма задолженности по имущественным налогам физлиц. 700 млрд по индивидуальным предпринимателям и физлицам, утратившим статус ИП. На этом пока все. Следующий выпуск уже менее чем через час. До встречи. Портал деловых новостей РБК Пермь. Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация. Интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК Плюс. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова